И другие апостолы. Эти же слова будем слышать почти до конца, до сочетания 50 дней. В течение 50 дней будем слышать те же слова. По свидетельствию о том, что он воскрес. И с другой стороны, это тоже он жил после своей смерти. Ну как же, финиш жизни, это смерть и все. А вдруг, он говорит, провозглашает воскресение Господа. Это обозначает, что воскресением своим Иисусом изменил порядок, гармонию, изменил мир, изменил человечество и тем самым нас. Можно сказать, что это как бы пункт, место, от которого все начинается. Как то, что мы читали на вечере Великой Субботы, о том, как Бог сотворил мир и человека в шесть дней. Воскресение можно сравнить с тем же новая эпоха, новые времена, новый шанс. Воскресение Его изменило все. И потом завтра даже тоже будем читать, что апостол Петр провозглашает воскресение Иисуса и тем же способом. Уже в этот день, день соседствия, в этот день, в эти десятницы, около 3000 людей приняло крещение. Невероятно. Как он, как он, слабый, грешный человек, мог то сделать. Не он, только Божья благодать, Дух Святой. Воскресение Иисуса – это новый пункт, так скажем, на карте истории человечества. Новый пункт на карте истории людей мира. И от тех же времен все начинается самостоятельно. Оно влияет и повлияло на всякие события, на всех людей. Воскресение Иисуса Христа. И не рассказывает о том, что Иисус жил, на земле был, что Он там, где говорил, делал, чего учил, просто провозглашая Его победу, Его воскресение. Если смерть и распятие, то всегда с воскресением. Возлюбленные братья и сестры, дни пасхального торжества, возобьем Богу Отцу, дабы Он щедро одарил нас своими милостями. Услышь нас, Господи.